Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика в студии Юлия Важенина. Смотрите сегодня. Квартирный вопрос о программе по улучшению жилищных условий говорили на еженедельном совещании в заседании правительства. Грязная работа ради чистой реки, биологическим очистным сооружением исполнилась полвека. Крепость мер власти Чуваши пытаются вернуть под контроль деятельность разливаек. Объем средств на улучшение жилищных условий снижаться не будет. Только в этом году на реализацию программ было выделено более трех миллиардов. Насколько своевременно жители празднуют новоселье? Сегодня этот вопрос обсуждали члены правительства на еженедельном совещании. Подробнее о повестке дня Дмитрий Ковалев. К социальным жильям должны быть обеспечены все, кому оно необходимо. Глава региона отметил, что для правительства это приоритетная задача. Свои обязательства республика выполняет без боев. Жилищные условия улучшают или получают новое жилье 5700 семей, на что выделено с бюджета 3 миллиарда 200 миллионов рублей. Это во-первых. Во-вторых, наша задача, задача прежде всего главного распределения этого министра, администрации районов и городов, без боев все профинансировать. В этом году новое жилье должны получить более 500 молодых семей, 90 ветеранов войны и порядка 140 детей-сирот. Республика берет на себя и затраты на уплату процентов по ипотеке. Осуществляется возмещение за счет средств республиканского бюджета части затрат на уплату процентов по ипотечным кредитам в течение 10 лет с даты заключения кредитного договора в размере 4% годовых. Государственную поддержку получат более 3000 молодых семей. За своевременное выполнение муниципальных контрактов отвечает Минстрой. Глава региона предложил ведомству публиковать в интернете, в каких районах реализация программ буксует. Об этом нужно говорить людям, кто виноват, по чьей вине. А лучше, чтобы виноватых не было, обязательства надо выполнять на выделенные бюджетные деньги и создавать благо для тех людей, которые в списке, в очереди. Члены правительства республики обсудили и эпизоотическую обстановку. Из ряда регионов ПФО сейчас поступают тревожные сигналы. В Башкортостане выявили ящер, в Самаре, Оренбурге и Ульяновске узелковый дерматит крупного рогатого скота. Сельхоз объекты Чувашии пока находятся под надежной защитой. По итогам 9 месяцев план диагностических исследований и ветеринарно-профилактических мероприятий в целом выполнен на 121%. В целях предотвращения накопления патогенов микроорганизмов во внешней среде ежегодно на объектах животного водства проводятся ветеринарно-санитарные мероприятия, дезинфекции. Приоритетная задача благоустройства скотомогильников. Работы необходимо завершить через два года. Вы, как служба, имеющая структурные подразделения на уровне районов, городов, на уровне сельского поселения, должны осуществлять и контроль, и учет, и содержать в надлежащем виде уже совместно с органами местного самоуправления. Другого варианта здесь нет. Мы вот к 2019 году полностью их благоустроим. Деньги выделены. Чтобы не допустить в республике опасных болезней, ветеринары должны быть вооружены до зубов. На закупку необходимых материалов и современной техники средства из бюджета выделяются. Прошлый год показал, что экономить на безопасности животных недопустимо. Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаммедов. Республика. В республике не намерены смягчать требования к реализации алкоголя. Об этом сегодня заявил министр экономического развития Чуваши. Напомним, еще в августе правила продажи спиртных напитков в регионах привели в соответствие с нормами федерального закона. В их рамках субъекты лишились права регулировать работу предпринимателей. Владимир Аврелькин считает, что в республике в сфере контроля за реализацией алкоголя проделали колоссальную работу. За несколько лет работы свою деятельность приостановила немало торговых точек, доставляющих неудобства жителям. Бороться за право на ведение порядка в сфере продажи спиртных напитков власти региона намерены и дальше. Кабинет министров Чуваши уже обратился в федеральные органы с просьбой вернуть контролирующие полномочия. Мы обратились в федеральные органы власти для того, чтобы нам дали иные полномочия, для того, чтобы мы могли как кабинет министров, так и Роспотребнадзор могли отслеживать соответствие названному типу заведения. Ну то есть если это кафе, значит там должно быть горячее питание, условно говоря, определенная квадратура, официанта должно быть. То есть нормальное состояние объекта общественного питания. Кроме того, из республиканского бюджета в текущем году выделены средства для того, чтобы мы отобрали организацию, лицензируемая организация, которая могла выходить и обследовать эти объекты питания, для того, чтобы в случае выявления нарушений мы могли пресекать их деятельность. Сегодня день памяти жертв политических репрессий. 30 октября 1974 года осужденные, отбывающие наказание в мордовских и пермских лагерях, начали голодовку против политических репрессий в СССР. Однако гонения на идеологических врагов начались значительно раньше. Всего с 1918 по 1989 год в нашей стране были осуждены или погибли в лагерях и тюрьмах около 100 миллионов человек. Практически половина населения. При диакласти большевики начали переписывать историю, безжалостно вычеркивая из нее имена политических оппонентов. Меньшевиков, эсеров, кадетов. Пик репрессий пришелся на 30-е годы, когда врагами Родины объявили миллионы человек. Часть их была расстреляна, часть погибла в лагерях. В Чувашии, по официальным данным, советская система погубила свыше 14 тысяч человек. В их числе советские партийные руководители, врачи и учителя, рабочие и крестьяне, священнослужители, представители дореволюционного дворянства, творческой интеллигенции. В Чебоксарах тела расстрелянных закапывали на окраине городского кладбища по улице Богдана Хмельницкого. Скажите, пожалуйста, а вы знаете, по какому поводу сегодня цветы здесь? Не знаю. Повод не знаю, но памятник знаю. Часть афганцев. Афганцев? Ну. День памяти жертв репрессий. У меня, у жены, отец был репрессирован. Дальше родственники были репрессированы. Дальше они были на поселении в Кирсково. Здесь, это же вот в репрессии, и Сталина расстреливали людей невинных. После смерти Сталина репрессии не носили такого массового характера, но попытки критиковать действующий политический строй наказывались по-прежнему жестоко. День жертв политических репрессий – еще одно напоминание о том, что нельзя заставлять человека выбирать между духовной свободой и жизнью. Эти понятия неразделимы. Ровно полвека прошло с тех пор, как в Чувашии заработала система очистки сточных вод перед сбросом в Волгу. В 1967 году в Новочебоксарске ввели в эксплуатацию биологические очистные сооружения, которые обслуживают город химиков и столицу республики. 50 лет назад стоки механически очищали от содержимого и обеззараживали хлору. С тех пор технология значительно изменилась. Сейчас вместо опасного химического элемента бактерии и вирусы убивают ультрафиолетом. Осадок, который остается после очистки, не складируют на шламонакопителях, а перерабатывают. Сейчас требования, которые предъявляются к качеству очищаемых сточных вод, ужесточились как экологически, так и санитарно-эпидемиологически. Ущерб сейчас намного минимизировано. Внедрение этих технологий, которые мы сделали. Введены за последние годы ряд объектов. В какой-то степени они уникальны не только для Чаваши, но и для Российской Федерации. К вам приезжают за опытом коллеги из других регионов. Модернизация на очистных продолжается. Сейчас там строят так называемую третью очередь. Это новые сооружения, которые заменят повторевшие за полвека конструкции. С уверенностью в будущее с таким настроем отметил 55 лет коллектив филиала Российского университета кооперации. Каждый год это отдельная страница истории вуза. Многие еще помнят, как в далеком 1962 году в здании Чебоксарского кооперативного техникума открылся учебно-консультационный пункт. Со временем он вырос в высшее учебное заведение, готовящее специалистов в области потребительской кооперации. Сегодня здесь учатся 4 тысячи студентов из 70 регионов страны. Немало из зарубежной молодежи. Это достоинство, прежде всего, уважения к студентам. Это главное богатство, конечно, нашего Чебоксарского кооперативного института. И, конечно, студенты, они также в ответ стараются, пытаются именно внести свою лепту и в развитии нашего института. И самое главное, они своими знаниями поднимают авторитет нашего вуза. Экономический и юридический факультет управления идут в ногу со временем. С полученными здесь знаниями студенты востребованы не только на предприятиях Чувашии, но и России. На торжественном собрании в честь юбилея звучало много интересных фактов и цифр. Мы осуществляем непрерывную многоуровневую подготовку по 33 образовательным программам высшего образования, в том числе 17 программам бакалавриата и 16 программам магистратуры, 7 программам среднего профессионального образования и 11 программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантурии. В кооперативном институте трудится 144 преподавателя. Почти все имеют ученые степени. Многие из них получили заслуженные награды, в их числе Лариса Михайлова. Теперь она заслуженный работник образования Чувашской республики. Наша кафедра занимается особой сферой. Это организация торговли и обеспечение всех этапов товародвижения. Начиная от производства до реализации потребителям. А потом также мы помогаем потребителям, если у них возникают проблемы, как бывает часто, с качеством товара. Чебоксарский кооперативный институт – один из ведущих высших учебных заведений Чувашии. Авторитет вуза – это огромный труд нескольких поколений преподавателей, сотрудников и, конечно, студентов. Сегодня институт может гордиться и теми, и другими. И, конечно, с уверенностью смотреть в будущее. Я обучаюсь на государственном муниципальном управлении. Я заканчиваю семестры на «Отлично». Я участвую в общественной жизни, а также еще работаю. Я люблю свой институт за отличное образование, замечательных преподавателей, лучших друзей и, конечно же, самую лучшую атмосферу, которую она дает нам. Славная история. Традиции и инновации. Знания и опыт. Молодость и сила. Мы ценим прошлое. Живем в настоящее. И устремляемся в будущее. Татьяна Трофимова, Игорь Зверев, Республика. На базе республиканского клинического онкодиспансера начала работу молекулярно-генетическая лаборатория. Самая современная в Поволжье. Медики утверждают, она открывает перед ними безграничные возможности. В этом убедилась наша съемочная группа. «Генетика» — это книга, где раскрывается вся информация о человеке. Еще совсем недавно это казалось фантастикой. А сегодня медики могут точно предугадать возникновение болезни еще задолго до появления патологии. А значит, появляется реальная возможность предотвратить серьезные заболевания. Молекулярно-генетическое исследование — самый совершенный и точный способ его установления. Поначалу материал поступает в первую зону. Он подвергается предварительной обработке материала. И с учетом специфики нашего учреждения используются ткани часто, ткани опухолей. Вот есть хороший прибор-гон-генетизатор, на котором ткань обрабатывается. Возможность обрабатывать кровь. Бывают и кровь, и опухоли, и опухолевые ткани. Это здесь подготавливается для того, чтобы в дальнейшем выделять ДНК. Оборудование высочайшей точности выдает результаты уже на четвертый день. У нас есть очень хорошая автоматическая станция выделения ДНК. Она очень производительная. Мы очень этому рады. Она помимо выделения еще нам помогает и раскапывать. В онкологии ведь важно то, что мы должны с момента выявления, с момента выявления до начала лечения должны быть минимальные сроки. А тут вообще насчет предрасположенности мы вообще говорим, да, что на агенном уровне мы узнаем сегодня на те или иные наследственные даже предрасположенности, здесь надо говорить, и онкомаркеры, начальный этап, и здесь медицинский эффект, у нас мы с вами видим хороший, да, социальный эффект, но и в перспективе посчитать экономический эффект мощнейший получается. На оснащение лаборатории из республиканского бюджета было выделено 16 миллионов рублей. Теперь все необходимые исследования будут делаться в Чебоксарах, а не в соседнем регионе, как было прежде. Рифат Фаткулин, Андрей Шоклев, Республика. В минувшую пятницу в Чебоксарах произошло ЧП с троллейбусом 21 маршрута. В районе улицы Гладково у него повредилось колесо. В результате разошлась металлическая обшивка, разбили стекла в салоне. Один пассажир получил ушиб ноги. Следственный комитет по Чувашии начал проверку. Троллейбус был немедленно снят с маршрута и выведен из эксплуатации. Будет проверена работа служб Чебоксарского троллейбусного управления, ответственных за техническое обслуживание троллейбуса, а также за его выпуск на маршрут. Решается вопрос о назначении необходимых судебных экспертиз. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение. Этот случай обсудили и на еженедельном совещании в администрации Чебоксар. Электрический транспорт в городе вообще в центре внимания. Это связано с оптимизацией работы троллейбусного управления. Всю прошлую неделю троллейбусы в Чебоксарах работали в тестовом режиме. Проводился мониторинг пассажиропотока, изменялись интервалы движения, количество машин на маршрутах. Не секрет, что деятельность троллейбусного управления убыточна, а выверенное и просчитанное расписание позволит нам сократить убытки минимум в два раза. А после 12 ноября троллейбусы будут двигаться по новому графику с соблюдением интервалов. Прошу всех пассажиров, всех горожан проявить терпение и понимание. Троллейбус – самый экологичный и безопасный транспорт. Самый дешевый проезд сегодня – это проезд на троллейбусе. Поэтому призываю всех неравнодушных горожан поддержать Чебоксарский троллейбус. 1 ноября прокуратура Чувашии проведет прием граждан по вопросам соблюдения законодательства в сфере ЖКХ. Вы сможете получить консультации или оставить обращение на имя прокурора республики по факту нарушений. Всех желающих ждут с 14 до 17 часов в помещениях администрации Калининского, Московского, Ленинского районов города Чебоксары, Новочебоксарской и во всех сельских поселениях республики. Начались школьные осенние каникулы. Чтобы они прошли с пользой для детей, в технопарке «Кванториум» открылась образовательная смена. Желающих потренировать мозги много, тем более, что выбор большой. Аэроквантум, IT-квантум, биоквантум, робоквантум и другие. Всего шесть направлений. У нас очень интересно. Кроме интенсивов образовательных у ребят будет активная культурная программа. Сейчас в «Кванториуме» проходит неделя искусств. Ребята получат, прежде всего, знания, которые они могут применить и в школьных олимпиадах, которые они могут применить на муниципальном и региональном чемпионате профмастерства. Ну, я думаю, любой навык, который они здесь получат, даже просто навык работать руками, всегда им пригодится. У Михаила Дурова идея фикс. Он хочет создать ракету. Я хожу в «Кванториум» в секцию «Аэроквантум». И я хочу сейчас вам представить и рассказать одно из своих уже почти изготовленных изделий. Это модель шоу-ракеты «Баба-Яга». Эта ракета является необычной в том плане, что, ну, во-первых, она необычной формы, как вы можете видеть. Она отличается от, например, модели обычных ракет. Она состоит из ступы, так называемой, и самого корпуса. В ступе вставлен двигатель. Следовательно, эта ракета способна летать и способна также приземляться, так как у нее будет парашют. Эту ракету мы делаем не просто так, мы делаем ее для всероссийского конкурса, который будет проводиться в городе Королев в декабре. Ну, в перспективе для того, чтобы в будущем поступить в какие-то престижные вузы. Освоить космос мечтают и девушки. Я представляю ракету «Чувашка», которую мы будем представлять на конкурсе «Роскосмос». Это всероссийский конкурс. Эту ракету мы делаем уже месяц, и в декабре она будет полностью готова. Мы использовали для корпуса пенопласт, потом в нее входит мотор, и вместе с бабушкой я делала это платье. Ребята очень хорошо чувствуют себя в роли молодых ученых. В обучении используется современное оборудование, занятия проходят в интерактивной форме. Особенно радуются интеллектуальным играм родители. Душа у них спокойна, дети под присмотром опытных педагогов. Я очень рада, что в Дворце Творчества появился кванториум. Мой ребенок конкретно выбрал Energy Quantum, ему здесь очень нравится. Тут они как-то изучают побольше математику, физику. Мы еще не начали физику изучать, но нам вообще очень тут нравится. И рада, что в каникулы занятия будут продолжаться, и ребенку будет чем заняться. Пусть не все разработки получат признание на престижных всероссийских конкурсах. Главное не это. Ребята учатся мыслетворчески и пытаются выбрать свою будущую профессию. Ксения Иванова, Алена Алексеева, Игорь Зверев, Республика. Далее в выпуске интересные и полезные информации о том, куда сводить детей во время школьных каникул и где взять деньги на сезонные покупки. А я с вами прощаюсь. До завтра. Всего доброго. Вы смотрели про них фильмы и читали книги. А теперь их можно увидеть в полную величину и даже потрогать. В Чебоксары приехал знаменитый динопарк «Рекс». В экспозиции 20 уникальных копий. Над их реалистичностью работали гонконгские ученые-палеонтологи. Динозавры не только выглядят как настоящие, но и повторяют характерные движения огромных рептилий. Рядом с каждым экспонатом есть описание с названием динозавра и интересными фактами. К примеру, это корнотавр. Хищник, который жил на Земле больше 60 миллионов лет назад. Ящеры отличают выросты над глазами и короткие передние лапы. А вот птеродактиль. Я увидел птеродактиль и других динозавров. И мне понравился тоже птеродактиль. Он летает, и он всех может издалека увидеть. Динозавры очень классные. И они еще двигаются, вот это прикольно. Потом мы еще туда походим. Мне еще нравится, когда вот в яйцах они вот такие маленькие. Все интересное. Первый раз все увидишь такое. Все вот эти динозавры. Такого севки никогда не было. Много тут интересного написано даже перед динозаврами. Читаешь все, расскажешь ребенку. Ограничений по возрасту в динопарке нет. Кроме выставки в парке работают батуты, детский городок, кинозал и зона археологических раскопок, где каждый сможет почувствовать себя исследователем. Все это входит в стоимость билета. Наш билет действует целый день. С 10 до 10 часов можно выходить, пойти покушать, там сделать свои дела и вернуться обратно. Парк будет работать в Чебоксарах до конца января. Контактная информация на ваших экранах. Сезонные траты могут быть не только приятными, но и очень накладными. Хорошая зимняя одежда для всей семьи, плюс, к примеру, застекление балкона. Кроме того, многие из наших сограждан берут отпуск специально осенью. И вот уже ваши траты составляют несколько сотен тысяч, а то и полмиллиона. Как все это осилить? Специально для крупных трат Банк Восточный предлагает кредит под залог. Это продукт, который действительно позволяет получить большие суммы. От 300 тысяч и до нескольких миллионов рублей. Тем, кто не планирует ограничивать себя в расходах этой осени, стоит подумать об этой возможности. Ведь многое из того, что вы планируете купить, но откладываете к весне, может и подорожать. Впрочем, не лишним будет узнать об условиях такого кредита. Данный кредит требует залог, которым может выступить ваша недвижимость. Например, квартира или дача. Важный момент. Ваша недвижимость не переходит в собственность банка. И вы дальше можете пользоваться ею. Перефразируя известную постовицу, можно сказать – «бери кредит осенью». Ведь с теплым предложением от Банка Восточный не будут страшны никакие зимние холода. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова